Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев встретился с руководством думской фракции партии «Единая Россия» и общественными организациями инвалидов. Партия обращалась ко мне с просьбой предусмотреть для нуждающейся частичную компенсацию на оплату взносов на капитальный ремонт. Мы эту тему подробно обсуждали на встрече с участием «Единой России» и соответствующих руководителей правительства. Представители общественных организаций также были. Я принял решение. Инвалиды первой и второй группы, а также семьи с детьми-инвалидами будут освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт в том же объеме, в котором они освобождаются от соответствующих платежей за коммунальную сферу, то есть на 50%. Ленинградская область свои приоритеты расставила. Глава 47-го региона озвучил эту инициативу на конференции регионального отделения партии «Единая Россия», где предложил единороссам поддержать предложение правительства. Понятно, что тема сложная, тема непростая. Хотя вот то, что нам удалось с вами, это было правильное решение, заморозить 5 рублей 55 копеек на ближайшие три года и на 16-й год мы замораживаем. 5 рублей 55 копеек уже дало положительную результату. Большинство наших граждан платит сегодня капитальный ремонт. У нас уже сборы в некоторых районах, я сегодня приводил примеры, до 99%. Но мы предлагаем, это должна быть тоже партийная инициатива, внести предложение и установить льготу на капитальный ремонт в размере 50% всем гражданам, являющим плательщиком капитального ремонта, у которых возраст выше 70 лет. Предложение это получило единогласную поддержку. Сейчас разрабатывается законопроект, на основании которого льгота будет введена. Я думаю, что до Нового года появится этот документ, который будет в публичном доступе. И большая часть тех, кто заявился как категория, у которых действительно возникают проблемы с оплатой капремонта, а мы постараемся это все отрегулировать и учесть, чтобы людям помочь. Льгота будет носить заявительный характер и ее можно оформить в отделах соцзащиты по месту жительства, написав соответствующее заявление.